Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сейчас я хочу все-таки поставить точку в том споре, который точится с момента, как я выставил обзор на Франкенштанка, которого поставили на продажу за 2500 золота. Ребят, мне честно говоря уже надоело отвечать на одни и те же комментарии, точнее не так, комментарии разные, суть одна и та же, что мол я олень, что я рак 40% который не понимает, что на данной машине необходимо играть на дрыне и использовать голду в боях и будет мне счастье. Вот для того, чтобы наконец-то поставить точку во всех этих рассуждениях, смотрите, что я сейчас сделаю. Я сейчас уберу полностью все, заряжу исключительно голду и исключительно на голде я заеду в бой и буду использовать только голдовые снаряды. Ну и посмотрим, насколько результативность данной машины будет отличаться от того, о чем я говорил на своем обзоре. Вот честно, ребят, я не понимаю, почему вы используете какие-то стандартные шаблоны, которыми необходимо пользоваться только лишь потому, что кто-то о них вам сказал. Вот я этого понять не могу. Я как-то пытаюсь в своих видео в первую очередь донести основное. Основное это то, что, ребят, будьте игроками, будьте толерантными игроками. Даже если вы видите, что где-то кто-то, кто-то, не знаю, там, косячит в бою или он не умеет играть. Ну подумайте вы о том, что за рулем этого танка может быть ребенок 10-летний. Но неужели все должны уметь танцевать для того, чтобы ходить на дискотеку и получать от этого удовольствие? Неужели все должны прям супер ловить рыбу для того, чтобы выходить на выходные с удочкой к ближайшему водоему и просто сидеть, получать удовольствие? И даже если вы абсолютно с полным кульком возвращаетесь домой, но не надо останавливаться рядом с подмостком того, кто сидит с абсолютно пустым кульком, ничего не поймал, но получает удовольствие от самого процесса. Ну в чем проблема? Ну если вы заморочены над тем, чтобы у вас были цифры какие-то в вашей статистике, ну морочитесь вы с этим наедине, ну обсуждайте вы это с другими ребятами, которые тоже этим любят заниматься, восхищаются, которые реально получают удовольствие от того, что набивают себе статистику. Ну никто же вам не мешает. Но вы когда-нибудь слышали, чтобы обязательно в каком-нибудь бою нашлось 10-20, я не знаю, там, желающих написать вам по поводу того, что вы статист и что статист это плохо и так далее. Ну никто же к вам не лезет, да, там со своей лопатой в ваш огород. Но пожалуйста, находитесь вы в своем огороде и не обязательно для этого псирдоливать всех, кого не лень. Но если вам нечем больше заняться, если вы готовы проводить в игре по 8 часов в день, набивая свою статистику, если вы готовы потеть, портить свои нервы на то, чтобы набивать эту статистику, ну ребят, ну это же не значит, что все остальные тоже должны это делать. Но не хотят люди этим заниматься, не хотят люди набивать себе статистику, хотят люди просто после работы, после учебы прийти домой, сесть на полчаса за танки, расслабиться и им глубоко накакать на то, смогли они набить средуху, не смогли они набить средуху. Они зашли, отыграли три боя, получили удовольствие и дальше трава не расти. И вот ребята, сейчас я хочу обратиться к тем, кто со мной солидарен, кто разделяет со мной понятие того, что игра в первую очередь должна приносить удовольствие. Игра это способ вашего времяпрепровождения, такого, чтобы вам было фаново. Игра не должна превращаться в работу, в которой вы обязательно прям должны добиться именно какого-то конкретного результата. Игра это то, что вам просто предоставляет возможность расслабиться, а расслабление не может быть тогда, когда ты с трясущимися руками выпрыгиваешь из трусов, из-за того, что твоя команда проиграла в бою. Но это мое субъективное мнение, ребят. Возможно, я не прав. Но вот к те со мной солидарны, ребят. Давайте объединяться против тех, которые сердолят тем, что у вас плохая статистика, что вы не умеете играть, что вы рукожопая, я не знаю. Но, короче говоря, находят все возможные способы и надуманные причины для того, чтобы попытаться вас оскорбить. Ребят, вот когда вам пишут по поводу того, что вы раки, я вам предлагаю, и мне, честно говоря, абсолютно не жалко, напишите сразу в ответ, что я ГСН. И давайте возьмем за правило, что все мы ГСН. Вот те люди, которые играют, не обязательно придерживаясь статистики в первую очередь. Ну а те, кто придерживаются статистики, те, кто любят набивать стату, но при этом всем не считают, что стата это что-то, из-за чего надо оскорблять других, пишите в комментариях, что вы со мной согласны и что вы тоже ГСН. Давайте все будем ГСНами, давайте получать удовольствие от игры. А теперь возвращаемся к тому, что мы сделали на голде. Я стрелял, как только у меня получалось это делать. 2229 единиц урона. А теперь давайте посмотрим на результаты по серебру. И вот если бы не мой прям аккаунт, то сидел бы я сейчас при минус 1656. Так вот, ребята, мой ответ всем тем товарищам, которые писали в комментариях. Родные мои, я понимаю, вот серьезно понимаю, я не держу на вас зла, не держу обиды. Мне действительно просто надоело отвечать на одни и те же комменты. Я посчитал, что проще ответить, исключительно засняв видео. Ребят, каяка всем позитивен абсолютно. Ни с кем не собирался и не собираюсь выяснять отношения. За все время существования меня в ютюбе не оскорбил ни одного из моих зрителей, ни одного из тем более моих подписчиков. Но золотые мои, я не играл на обзоре, на голде по одной простой причине. Потому что если вы будете играть данную машину исключительно на голде, да, вы будете получать выше уровень урона, так как это написано в тех характеристиках вашей, я бы сказал, обалденной пушечки. Да, то есть там урон существенно, ребят, выше. Вот, пожалуйста, если вы играете бронебойными 460, если вы играете голдовыми бронебойными 530. При этом ваше пробитие становится ниже, ребят, не выше. Поэтому, что могу сказать? Могу сказать, что что на голде, что на стандартных снарядах, как правило, настрел на данной машине, в принципе, в рандомных боях одинаковый. Что же касается выхлопа после этих боев, то вы будете находиться в постоянном минусе, если будете играть без включенного прем-аккаунта. Потому что голда, ребята, денег стоит. Давайте еще раз. Вот вам ваши голдовые снаряды. Ваш один голдовый снаряд весит 3600 серебра. И вот посчитайте, вот сколько вы выстреляете, вот столько уходит с вашей копилки. Потому что, когда вы играете обычными бронебойными, вы тратите 0 серы. Вы идете только в плюс, если нормально отыгрываете. А если вы используете исключительно голду, то вы, соответственно, идете исключительно в минус, по 3600 за каждый шот. А поверьте, 3600 на данной машине, на седьмом уровне, я понимаю, что в глобальных масштабах копилки это мелочь. Но на том, сколько конкретно данная машина фармит, а она фармит не очень хорошо, будем говорить откровенно. Коэффициент фарма, по-моему, 170%. Если я ошибаюсь, напишите в комментах, что вы не согласны. Таким образом, получается, что вы не сможете вывозить серу в плюсе на франкенштанке, играя на голде. Вот и все. Ребятки, никого не хотел обидеть, никого не хотел оскорбить. Просто посчитал нужным записать видео, как объяснение, почему не играл на голде, для того, чтобы раз и навсегда закрыть данную тему. Ребят, кто со мной солидарен, кому нравится видео честных обзоров на танки, подписывайтесь на канал, и у меня только честная информация. Никогда никого не обманываю. Снимаю исключительно справедливые и честные обзоры на технику и товары в магазине. Спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, получайте новые видосы. Всех благ, всего хорошего вам. Получайте удовольствие от танков. Это самое главное. Ну а все остальное это шелуха. Мира вам и спокойствия.